Популярность и востребованность здравницы высока. Санаторий Сергеевские минеральные воды в Самарской области известен на всю страну. Современное медицинское оборудование, уютная грязь и лечебница, а условия проживания будут на три звезды. В августе о ходе реконструкции руководство здравницы отчиталось перед губернатором Азаровым. В общем, рай для тех, кто хочет здесь поправить свое здоровье. Под впечатлением от рекламы санаторий была и челнинка Жанна Борисова, мама 13-летней Арины. Девочка страдает ДЦП, а путевку на реабилитацию по линии Татарстанского фонда социального страхования семья ждала долгие восемь лет. И вот в сентябре Борисовы ее получили. Сотрудник ФСС меня убедил, что там есть доступная среда. И что все оборудовано, все специализировано. Есть бассейн, есть подъемники, есть проезды в палату, что для меня это очень важно. Словами не передать. Реальность оказалась страшным сном, вспоминает многодетная мама. Разбитые распашные двери номера, облетевшие краской на стенах, а условия в санузле трудно назвать комфортными даже для взрослого человека. Не говоря уже о ребенке, который передвигается исключительно на инвалидной коляске. Душевая и для детей, и для женщин, и для мужчин одна на весь этаж. Вместо двухместного номера гостям предложили комнату со сломанной кроватью для инвалидов детства. Если у человека проблемы с опорно-двигательным аппаратом, вот это очень даже подойдет. И вот эта женщина, которая нас встретила, она говорит, ну что, вы будете заселяться? Ну что, вы будете заселяться? Я говорю, подождите, я вообще ничего не понимаю, что происходит. Где мой номер? Объясните. Где номер с доступной средой? На что мне опять отвечают, до понедельника будете здесь. После ночевки в таких условиях у женщины поднялось давление. Поэтому мама девочки-инвалида вернулась домой, сдала путевку в ФСС, но ей там не поверили. Мы ждали 4 года этой путевки. 4 года вот такую путевку нам предложили, съездили. Отдохнули называется. Жительница Казани Татьяна Вафина, мама 12-летней Вани, готова подписаться под каждым словом Жанны. Ее сына вместе с бабушкой в начале сентября поселили в соседнем корпусе санатория. А на все процедуры пенсионерке приходилось возить ребенка по несколько раз на дню в здание для спинальников. И вот два дня мама таскала его в этот 10-й корпус, и она надрывала спину, она была на уколах у меня. Все лечение. Эти кадры с процедур по лечению грязью – прямое доказательство того, что в Самарском санатории не у всех пациентов равные условия. Для детей с ДЦП они вообще недопустимы, считают родители. У Арины ДЦП осложнено сильными спазмами рук и ног. Девочка плохо видит, так что проезд на коляске по коридору с текущими потолками в кромешной темноте мог бы обернуться для нее сильным стрессом. Мы не думали, что там такие условия. По фотографиям-то там все красиво. Я же посмотрела, там все красиво, все замечательно. Звонила, да, все приезжаете, у нас все для колясочников, все создано для этого. Но красивые интерьеры – это реальные номера. Одним глазком мамы их видели. Они не пустуют, заняты, но кем и сколько стоят? Согласно прескуранта санатория, стоимость путевки на двоих примерно 120 тысяч рублей. Но по линии ФСС два раза дешевле. Получается, что и набор услуг тоже, говорят родители. Кстати, обещанный бассейн для детей-инвалидов платный. Почему Самара? Почему Самарская область? У нас есть на самом деле хорошие санатории. Почему мы не можем на базе, даже не нужно ничего строить? Понимаете, мы можем построить Иннополис, а построить какой-нибудь корпус для колясочников в уже существующем санатории. Мы почему-то не можем. После неудачного лечения в Самарском санатории Жанна Борисова написала жалобы в Роспотребнадзор и Татарстанское управление антимонопольной службы. Многодетная мать хочет выяснить, почему реклама здравницы не соответствует реалиям жизни. Неизвестно, сколько еще лет пройдет, прежде чем Арина вновь получит путевку в санаторий. Мы дозвонились до приемной главного врача Сергеевских минеральных вод с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако в приемной руководители учреждения нам заявили, что это невозможно по причине его занятости. Программа «Город» также ждет комментарий от нынешнего руководства Татарстанского ФСС. Данный сюжет мы просим рассматривать и как обращение в республиканскую прокуратуру. Елена Горбунчикова, Максим Зуйков и Дмитрий Рыженко. Телеканал Эфир.